Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение работы Поля Дюбуа «Воображение как причина болезни», напечатано в рамках психотерапевтической библиотеки под редакцией докторов Н. Е. Осипова и О. Б. Фельсмана, выпуск 5, Москва, 1912 год. В данном аудио-видео отрезке речь будет идти о второй половине вышеуказанной или вышеупомянутой работы под названием «Задача врача». Значит, эту главу, она большая относительно, я разделю на две части. Итак, задача врача. Врач, желающий исцелить своих больных, и пациент, желающий избавиться от своей болезни, должны помнить и в своем уме переработать следующие соображения. Первое. Ни один сознательно воспринятый соматический процесс не может протекать без психических реакций, без представления воображения. Следовательно, никакие болезни, за исключением тех, которые протекают без симптомов, не могут существовать без того, чтобы путем ассоциации представлений не оказывать со своей стороны влияние на душевное состояние пациента. А во многих случаях ощущение болезни в гораздо большей мере обуславливается этими душевными реакциями, чем материальными изменениями. Поэтому один переносит соматическое расстройство бодро и при этом почти не чувствует себя больным, между тем, как другой постоянно тревожит себя и своих родных своими жалобами и опасениями. Соматическая болезнь может видоизменять психические функции также и непосредственно соматическим же путем, без того, чтобы пациент сознавал свою болезнь, например, путем интоксикации, изменения кровообращения и тому подобное. Этими двумя путями психологическим и физиологическим проявляется известное влияние тела на душу и в большинстве случаев неприятным образом. Второе. Ничто не совершается в так называемой душе без того, чтобы не влиять на физиологические и соматические функции. Сердце, дыхание, сосуды, многие железы, мимическая мускулатура принимают участие в малейших наших душевных движениях. Многие врачи и психологи заблуждаются, когда думают, что такие реакции имеют место лишь при испытанных аффектах, при настоящих эмоциях. Реакция наступает даже и в том случае, когда наше «я» не уделило никакого внимания душевному процессу. Весьма поучительно в этом отношении указания двух французских исследователей Бинне и Генри, которые поставили себе задачу изучить влияние умственной работы на сердце. Один из них укрепил на своей груди капсулу кемографа, который должен был записывать сердечные движения, и после этого занялся математическими вычислениями, предполагая, что утомление постепенно вовлечет за собой изменения пульсовой кривой. Однако, они вынуждены были отказаться от этого эксперимента. Почему вопрос? Потому что самые незначительные происшествия больше расстраивали сердечную деятельность, чем интенсивная работа вычисления. Так, например, когда другой экспериментатор заглянул через плечо своего близкого друга, чтобы посмотреть, какие тот производит и вычисления, то этого было достаточно для того, чтобы вызвать значительное ускорение пульсовых ударов. Появление служанки, падение предметов, словом, все такие ничтожные и неизбежные случайности оказывали большое влияние на психику и на вторичную реакцию сердца, большее, а не большое, чем серьезная умственная работа. Это хорошо известно, но недостаточно оцененное влияние духа на тело. Третье. Представление, воображение в широком смысле слова какого-нибудь ощущения, какого-нибудь действия непреодолимо вызывает соответствующее ощущение, обусловливает соответствующий поступок, если только противное представление не препятствует автоматической реакции. Четвертое. Поэтому, когда человек чувствует какое-нибудь неприятное ощущение, он очень легко попадает в заколдованный круг. Констатирование расстройства приводит его в эффективное настроение и вызывает различные опасения и пессимистические представления. За последними, естественно, следуют различные физиологические реакции, которые, в свою очередь, подают повод к новым опасениям. Усилившееся душевное беспокойство вызывает новые соматические расстройства, и если разум не обрывает этой взаимной игры психических и соматических процессов, то развивается стойкий и часто неизлечимый психоневроз. В этот заколдованный круг попадает как вследствие первичной физической причины, так и под влиянием аффекта, обусловленного психической причиной. Первый случай имеет место тогда, когда, например, травма или заболевание какого-нибудь органа вызывает аффект страха, страх вызывает сердцебиение, а это расстройство, в свою очередь, влечет за собой новые опасения. И наоборот, дурная весть, например, может вызвать эмоцию, которая имеет своим последствиям расстройство желудка, а возникающее таким образом ощущение болезни, в свою очередь, вызывает у пациента беспокойство. И вот началось бесконечное движение. И правильнее было бы сказать, что пациент попал не в круг, а во все разрастающуюся спираль. Ни один человек не может похвалиться тем, что он свободен от подобных влияний. Ежедневно мы переживаем незначительные или более сильные аффекты, имеющие физиологические последствия. И мы тоже не всегда можем избежать того, чтобы эти соматические расстройства, в свою очередь, не влияли на психику. Все мы попадаем в эту рукавую спираль и движемся в ней то вперед, то назад. Весьма часто в этом отношении мы уже оказываемся маленькими психопатами. Ну, я вам вот что скажу. Существуют, скажем так, мои уважаемые слушатели, наиболее часто знакомы следующим теменем. Психосоматические влияния, взаимоотношения, проблемы, заболевания. Но для них мало известно, хотя для врачей, скажем так, соматологов, занимающихся соматическими расстройствами, известны и вторые взаимоотношения. Как сома влияет или физика влияет на дух. Так называемые соматопсихические расстройства. Скажем так, человек заболевает, ну, скажем так, диабетом, например. Вот молодой человек заболевает диабетом в расцвете сил, 21 год, и он узнает, что теперь ему пожизненно, надо делать инсулин, соблюдать диету и, значит, ограничивать в какой-то мере свою жизнь. Естественно. И что такое диабет? Диабет – это чисто физическое, соматическое расстройство. Но для такого пациента, а если этот пациент еще и более эмоциональный, это целая трагедия. На фоне вновь выявленной соматического заболевания у него, естественно, может возникнуть и депрессия. То есть, кроме психосоматических взаимоотношений, существует соматопсихический. То же самое касается, человек заболел ВИЧ-инфекцией, человек заболел раком, человек заболел ковидом. Человек заболел любой болезнью, которая в той или иной степени угрожает его жизни или каким-то образом угрожает внести значительные ограничения в его образ жизни. Естественно, кроме соматического расстройства, тут же возникают психические проблемы, или, как говорит доктор, дюба – воображение. То есть, начинает действовать воображение. Совершенно верно. Больной меньше понимает, как нужно защищаться, и он с нарастающей быстротой попадает в ту спираль, причем эффект совершенно спутывает его и лишает всякой логики. Лишь это эмоциональное безрассудство позволяет больному представиться врачу, как это сделал один из моих пациентов, с удивительным заявлением. Доктор, я постоянно создаю себе совершенно нелепые представления, и иначе никак не могу. Если разумный человек, ну, я думаю, что тут нельзя говорить о разумном, неразумном. Ну, это все же таки предуготованность, конституциональная, наличие тревожности повышенной и так далее. Поэтому доктор дюба, он же не психиатр, я даже не знаю, невролог ли он, по-моему, он терапевтом работал, понимаете. Он-то, в принципе, говорит-то верные вещи, но все-таки он не учитывает кое того, о чем мы уже осведомлены в наше время. Что не каждый человек, все же таки, не каждый человек, который заболел диабетом, не каждый человек, который заболел раком, не каждый человек, который заболел СПИДом или КОВИДом, в одинаковой степени реагирует на известие о том, что он болен. Чем это связано? Конечно, реагирует, наверное, каждый, но вот степень этой реакции, она отличается. Она может быть незначительной, она может быть адекватной, она может быть нормальной, ну так можно сказать, а она может быть болезненна. Она может быть болезненна, то есть болезненна в том плане, что, скажем, степень страданий, доставляемых такому пациенту физическим или соматическим заболеванием, будет намного слабее, чем от его душевной реакции. То есть душевная реакция будет причинять ему больше страданий, чем само заболевание, которое вызвало эту реакцию. Поэтому если разумный человек, разумный, что значит разумный, знает, что он лишь создает себе представление, то есть воображение в обыкновенном смысле того, то он сознает фактическую неверность этого психического процесса. Если он к тому еще называет представление нелепым, то он, следовательно, еще подчеркивает рациональную невозможность представления. Ну, какие-то, значит, в числе случаев это, конечно, теория работает. Ни коим образом нельзя более победоносно опровергнуть чье-либо утверждение, нежели такими словами. Вы себе это воображаете, и это нелепо. А между тем пациент продолжает пребывать в своем страхе, несмотря на то, что сам же он боролся с ним с помощью этого наилучшего оружия. Это как раз вот подтверждение того, что я сказал. Что очень многое зависит от уровня тревоги, от конституциональной предуготованности, ну, скажем так, в конечном итоге от биохимии мозга. Вот и все. От степени ее расстройства, нарушения. Так, так как подобным больным в других областях могут мыслить совершенно ясно, то я эту их спутанность должен отнести за счет аффекта. Может быть и правильно. Пятое. Для того, чтобы вывести пациента из роковой спирали, существует только два способа. Либо нужно устранить соматическое расстройство, оказавшее влияние на душевное настроение. Правильно. Совершенно верно. И тогда может исчезнуть страх и его последствия. Либо же нужно успокаивающим образом воздействовать непосредственно на душу. Благодаря этому исчезнут и вторичные функциональные расстройства. Совершенно верно. Совершенно верно. Либо устранить причину, вызвавшую психическую реакцию или душевную реакцию, болезненную. Либо путем психотерапии. Потому что в любом случае, при любом болезни, при любом заболевании психотерапия проводится. Специальная или общая. И так далее. Но она проводится. Значит, с помощью психотерапии надо таким образом успокоить человека. Значит, ослабить его эту реакцию на то или иное соматическое заболевание. И таким образом, может быть, соматическое заболевание останется, но он уже будет смотреть другими глазами на это заболевание. И психическая реакция уже примет другие масштабы, другие размеры, а может быть и исчезнет. Первый способ найдет себе применение в тех случаях, когда мы в состоянии быстро и верно излечить соматическую болезнь. Так, например, разумнее удалить заназу из пораненного пальца, чем доказывать пациенту преимущество стоического отношения к боли. Если же лечение не такое легкое, если приходится долго ждать успеха, и если вряд ли даже можно рассчитывать на значительное улучшение расстройства, то здесь уже психотерапия вступает в свои права. В полной мере это, однако, бывает в том случае, когда расстройство не подается физическому лечению, когда главную роль в происхождении болезни сыграли самовнушение. Здесь ничего более не остается, как воздействовать на душу, то есть успокаивать пациентов, унимать их страхи, указывать им на неосновательных их поспешных умозаключений и доказать им с полной ясностью, что они являются жертвой воображений, то есть таких представлений, которые не соответствуют действительности. А я хочу задать вопрос доктору Дюбуа, вот тут, а если эти умозаключения, в общем-то, адекватны действительности и соответствуют действительности? Скажем так, рак – это что-то действительно угрожающее заболевание и тяжелое заболевание. Ковид для многих тоже, особенно пожилых людей. Так что, вот каким образом, значит, можно с помощью рациональной психотерапии или убеждения по Дюбуа избавить? Так что, как мы видим, значит, методика, психотерапевтический метод профессора Дюбуа, это Бернский профессор, швейцарец, вот, она работает не во всех случаях. Есть случаи, в которых она бессильна и ничего не может сделать. И вообще есть случаи, в которых любая психотерапия вообще ничего не может сделать. Если это удается, а этим успехом врач обязан своему дару убеждения, то душа успокаивается. А я добавлю, если, значит, действительно ошибочное, если пациент действительно в своей реакции заблуждается или в оценке того или иного, значит, происшествия, А если он не заблуждается, а если действительно то, что произошло, действительно несет угрозу? Ну, понимаете, вот такой вопрос. И аффект ослабевает. После этого прекращаются функциональные расстройства, вызвавшие у больного тревожное состояние. Благодаря этому улучшению может наступить более значительное душевное спокойствие, что, в свою очередь, влечет за собой большую умеренность физиологических реакций и таким образом больной, если и не совсем выпутывается из спирали, то все же попадает в сферу успокаивающих и исцеляющих ассоциаций представлений. Но никто не спорит. Действительно, методика эта работает, но не во всех случаях. Быстрота, с которой совершается такой процесс излечения, зависит не только от искусства врача, хотя это последнее играет при этом выдающуюся роль, но также от характера психоневроза, а именно от большего или меньшего участия воображения в происхождении расстройств. Истерия представляет собой тип болезни, возникшей благодаря одним только представлениям – самовнушениям. Этим объясняется, почему многие болезненные явления, даже годами не поддававшиеся никакому лечению, можно быстро устранить как с помощью логического убежения, так и путем всякого рода внушений, инсценируя так называемые «коупс де театре». Если оставить в стороне простое внушение, то единственным орудием врача является ясный рассудок, его способность с логической последовательностью выяснить пациентам «действительное положение дела» и превращать ложные представления в истинные. Золотые слова возразить нечем. Неврастейник часто находится в подобном же положении и в большей мере, чем это думает большинство врачей, поэтому и у него также возможны быстрые излечения в течение нескольких бесед. Однако в большинстве случаев его болезнетворные представления не в такой степени нелепы и не основатели, чтобы всегда можно было рассчитывать, что их удастся рассеять с помощью какого-нибудь могучего слова. Это как раз то, о чем я и говорил чуть выше. Иногда весьма трудно бывает доказать пациенту неправильность его умозаключений, лишь медленно он начинает постигать ипохандрическую природу своего страдания, тем более, что различные врачи старались доказать материальную природу его расстройств, вероятность его предположений и зависимость его страданий от различных физических факторов. Есть, правда, еще одно обстоятельство, которое может сделать затруднительной, успешную психотерапию. Именно во многих случаях нужно признать, что некоторые расстройства, различные неспособности имеют настоящую соматическую причину, каковою, например, является врожденная слабость, физическое и умственное переутомление и другие вредные моменты. Во всяком случае, участие воображения остается при этом еще весьма значительным, и поэтому в течение нескольких недель или месяцев можно достигнуть извлечения или, по крайней мере, такого улучшения, которое уже дает возможность вести обычный образ жизни. В многочисленных случаях заслуживающих обозначение истера небрастыния, нелепые воображения, граничащие с безумием, сочетаются с представлениями, кажущимися более разумными, и поэтому некоторые расстройства, как, например, астазия, абазия, гемианестезия, различные параличи и алгии боли могут быть быстро устранены, между тем, как, например, эмоциональное сердцебиение, невростеническая головная боль или боль в позвоночнике, остенопия, неспособность работать и так далее могут противостоять лечению значительно дольше. Во всех этих болезненных состояниях заложено крупное зерно ипохондрии, то есть наклонность с тревогой контролировать все, все свои ощущения, придавать важное значение ощущаемым расстройствам, отдаваться во власть страха и таким образом поддерживать и ускорять вышеупомянутое движение, ведущее в роковую спираль. Но я назвал бы это не ипохондрией, я назвал бы это тревожностью, повышенной тревожностью. Между этой малой ипохондрией и тяжелой ипохондрией психиатров, которая в большей части соединяется с меланхолией, нельзя провести определенной границы и возникает вопрос, представляет ли собой тяжелая ипохондрия болезнь головного мозга, соматическое расстройство, которое само по себе в состоянии привести в беспорядок душевный механизм, подобно тому, как, например, отравление алкоголем, делает человека неразумным, или же это есть психогенная болезнь, возникшая на почве ложных представлений и воображение, имеющая свои корни, во врожденном и развившемся под влиянием воспитания душевном складе данного субъекта. Вопрос. Должны ли здесь применяться главным образом физико-химические средства, как при каком-нибудь соматическом заболевании, должно ли расстройство пройти само по себе, при больничных условиях, оказывающих благоприятное влияние на физическое и душевное состояние, или же некоторую надежду на успех, может иметь рациональная психотерапия, борющаяся с бредовыми представлениями с помощью логики? Вопросительный знак. Тот же самый вопрос возникает и по поводу меланхолии. Меланхолическое настроение, столь часто сопутствующее неврастении и истерии, и даже та грусть, которую испытывают здоровые люди без видимой причины, отличается от настоящей меланхолии, взято в кавычки, лишь меньшей интенсивностью и стойкостью представлений. Являются ли эти последние первичными и болезнетворными и геогенное происхождение болезни, или же вторичными, возникшими вследствие какого-либо анатомического или химического изменения в ганглиозных клетках головного мозга, соматическое происхождение болезни, ну, скажем так, психосоматическое или душевное, под вопросом. Видите, тут путаница идет. Путает. Меня больше привлекает идиогенная этиология. Ну, естественно, как создателя рациональной психотерапии, естественно, идиогенная, то есть воображаемая этиология, именно ввиду следующих соображений. Во-первых, потому что я, как уже сказано выше, не могу провести границы между так называемой малой эпохандрией и тяжелыми, даже неизлечимыми формами эпохандрии. Вопрос о том, должен ли пациент быть передан в ведение специалиста-психиатра или помещен в психиатрическую больницу, этот вопрос приспособлений и зависит от внешних обстоятельств. Каковы, например, возможность иметь подходящее помещение, опасность самоубийства и тому подобное. Целесообразные тех или иных мероприятия определяются в каждом отдельном случае, никоим образом не разрешают вопроса о классификации. Во-вторых, интимное общение с такими больными, меланхоликами и эпохондриками, показало мне, что эти субъекты уже и раньше, даже в самые здоровые дни своей юности, обнаруживали малодушие, легко переходящее в уныние, недостаток стоической философии и известный ирационализм. Развившаяся болезнь представлялась мне во всем случае быстро распустившимся цветком явно уже прозябавшего растения. Ну, что я могу сказать? Вот он правильно говорит, он правильно, скажем так, констатирует факт. Это то, о чем мы говорим, что те пациенты, которые путем генетической передачи определенного тревожного гена, какого-то конституционального, возможно, условий воспитания, еще молодые, детские годы были уже тревожными, были уже и меланхоликами, и ипохондриками, ну, выражаясь терминологией доктора Дюбуа. Вот. А когда уже, значит, развилась настоящая болезнь, это уже, как он сказал, это уже рассвевший цветок, цветок, рассвевший цветок того растения, которое, ну, находилось в состоянии, ну, скажем так, вот у меня есть домашний цветок, вот, в спальне он стоит, один сорт, так вот он раз в году, где-то в апреле, весной, он расцветает. Вот. Поэтому, значит, в данном случае доктор Дюбуа имеет в виду, то есть он как бы рассуждает вот нынешними представлениями, он имеет как бы нынешнее представление, да, это уже с детства, так он это, значит, объясняет неправильным воспитанием, неправильным представлением, неправильным пониманием, мы же это понимаем несколько иначе, как генетическая предрасположенность к тревоге, повышенной тревоге, ну, а потом в каком-то уже определенный момент при наличии многих, стечении многих отрицательных факторов, эта тревога, ну, вот, она уже, значит, та тревога, к которой пациент справлялся, еще не будучи пациентом, она приобретает уже такие размеры, что пациент заболевает и вынужден, теряет работоспособность и вынужден уже обратиться за врачебной помощью. Однако, если бы кто-либо захотел прочно установить этот несомненный для меня факт, то он не должен быть введен в заблужение тем обстоятельствам, что пациентцы раньше проявили во многих областях нормальный интеллект и энергию или даже были прямо выдающимися людьми, нужно глубже проникнуть в их душу. Так, у многих людей, считавшихся весьма интеллигентными на том основании, что они в некоторых областях необыкновенно много продуцировали, обнаруживается наклонность к суеверию и поразительный недостаток критики. А между тем с суевериями и психопатией существует весьма тесное сроство. Между суевериями и психопатией существует сроство. Совершенно верно. Что для меня, то что до меня, то я никогда не видал, чтобы люди таким же образом заболевали тяжелой неврастине, истерии, ипохондрии, и меланхолии, как заболевает, например, скарлатиной или воспалением легких. Я всегда мог констатировать известную психическую неполноценность и должен был себе сказать ель, которую подпиливают, всегда падает в ту сторону, куда она была наклонена. То есть тут абсолютно совершенно верно. Смотрите, книга была, или вещь, его работа была написана в конце 19-го, в начале 20-го века, напечатана, видите, на русском языке в 12-м году, а ведь по сути дела-то рассуждения совершенно верны. Смотрите, я всегда мог констатировать известную психическую неполноценность и должен был себе сказать, ель, которую подпиливают, всегда падает в ту сторону, куда она была наклонена. Так и человек, то есть здоровый человек, может быть, у него никогда не было бы вот этих неправильных представлений, скажем так, нездоровых, а нетревожных, нетревожных человек, то есть человек, не имеющий известный, выражаясь словами, дюба, известный психической неполноценности, он бы не заболел. Поэтому, естественно, сразу же можно задать вопрос, значит, доктор, так все правильно понимает, но он придает своей психотерапевтической методике чуть ли не абсолютное значение. Как это понять? Сложно понять, ну, это психология. Человеку, который одержим какой-то идеей, он, естественно, очень часто не замечает недостатков в нем, то есть у него как бы ослаблена критика. он, значит, будучи, значит, одержим этой идеей, одержим каким-то решением, он видит самое хорошее, он видит, значит, все то, что благоприятствует реализации этой идеи в жизни, а негативные какие-то, реальные негативные, он как-то не замечает. Вот, поэтому и в статьях, в статьях, вот, например, когда люди печатают научные статьи, но я имею в виду медицинские, там всегда все очень довольно хорошо выглядит, также и в аннотациях, также и в проверке медикаментов, клинических испытаниях, понимаете, действительно, значит, выводы просто прекрасные, замечательные, а потом, когда уже врач сталкивается с теми иным методом лечения или медикаментом, на практике он уже видит, что все оказывается не так хорошо, но тут, конечно, в плане медикаментов там два фактора, не только идея, а и финансы играют роль, естественно, то есть не только вот это подсознательное желание, я верю в эту идею, я одержим этой идеей, поэтому все хорошо и все будет замечательно и результаты прекрасные, а в случае с медикаментами там имеет и финансовая сторона, то есть сознательная, человек сознательно или создатели, они сознательно немножко, значит, выпячивают положительные черты или качество медикамента и сознательно а может быть сознательно и бессознательно как бы игнорируют, уменьшают, прихорашивают те негативные значит или отрицательные стороны действия этого медикамента, ну вот так, поэтому вот я могу только этим и объяснить, потому что положение совершенно верное, я еще раз считаю, я всегда мог констатировать известную психическую неполноценность, то есть предуготованность, готовность, к заболеванию, ну вот я, значит, переубежу человека, объясню ему и он выздоровеет. Повторяю, что, скажем так, вот, если говорить значит, вот о рациональной терапии, значит, по сути дела ее можно назвать когнитивной, это та рациональная по дебуа, она перешла вот в когнитивно-поведенческую терапию, в ее первой половине когнитивной. Скажем так, вот, как мог добиться дебуа и как добиваются, каких успехов добиваются, скажем так, нынешние врачи-психиатры, скажем так, возьмем такое заболевание, как приступы паники с агорофобией. Значит, человек, который заболел впервые, который впервые начал страдать приступами паники, это действительно очень трудно переносимые, тяжелые приступы, целым рядом психовегетативные симптоматики, вот, представьте, он не знает, у него сердце начинает дико стучать, вот, он считает, что вот у него больное сердце, что он, значит, во время очередного приступа, значит, паники, значит, умрет, от инфаркта миокарда, или он у него разобьется, тот человек, у которого во время приступа паники, он обращает, делает акцент на вот этом, значит, ощущение в голове, он считает, там он может считать несколько, что он сойдет с ума, что он, что у него, видимо, нарушается кровоснабжение мозга, вот, что он может потерять сознание, такое полуоборочное, предоборочное состояние, что люди подумают, значит, все, и он страдает, он мучает, он мучается от неизвестности, так вот, что можно сделать по методу Дюбуа, и по сути дела это и есть метод Дюбуа, врач ему объясняет, что это не больное сердце, это не больной мозг в том плане, в каком он представляет, вы не сойдете с ума, вы не потеряете сознание, вы не потеряете контроль над своими действиями, вот, у вас не будет инфаркт, у вас не будет инсульта, вот, это вы просто неправильно это представляете себе, ой, у вас это вот такое, такое заболевание, происходит выброс адреналина, возникает паника, которая у здоровых людей возникает в условиях, когда действительно есть чему паниковать, вот, а у вас она возникает вследствие нарушения этого гипоталама, гипофизарна, значит, подкорковой, корыно-почечниковой, значит, этой, скажем, взаимодействии, выброс адреналина, и происходит приступ паники без, без наличия, так сказать, поводов или признаков, которые могут, значит, привести к развитию паники, ну, скажем так, паника, в театре вы сидите, в кинотеатре сидите, одна узкая дверь, вдруг вы чувствуете запах дыма, кто-то кричит пожар, все, начинается паника, это здоровые люди, там паника, почему? Потому что пожар, мы погибнем, мы задохнемся, и люди начинают, как стадо бизонов, бежать к этому выходу, люди падают, их давят, и там и профессура, и люди, которые обладают и самообладаниями, и так далее, они все превращаются, скажем так, в животных, в этот момент работает не кора, а подкорка, а у нее одно, надо бежать, надо и так далее, и тогда вырабатывается вторично адреналин, для того, чтобы мышцы могли хорошо работать, чтобы сердце, значит, стучало больше, гнало кровь, и так далее, и так далее, и тому подобное, вот. И вот, значит, после такого объяснения, значит, приступы не исчезают, само собой разумеется, приступы не исчезают, но отношение к этим приступам у человека меняется, он перестает их бояться, он перестает паниковать, значит, перед этими приступами, то есть, он, конечно, страдает, у него так же головокружение, у него так же может дереализация, у него так же повышается артериальное давление крови, сердцебиение досягает там свыше 100 до 150 ударов, ему так же плохо, ему так же страшно, потому что адреналит, но, но, он уже понимает, даже находясь в таком паническом состоянии, он понимает, что это не инфаркт, это не инсульт и так далее, я уже перенес много таких приступов, со мной ничего не случилось, и все, вот что дает эта психотерапия, то есть, какую-то часть объяснения, но сам приступ не исчезает, вот, ну, продолжим дальше, предрасположение, которое подчеркивается всеми наблюдениями, не представляется мне совершенно скрытым, латентным, таким, которое я мог бы постулировать лишь на основании теоретических соображений, исходя из известного логического рассуждения, так как не все люди заболевают под влиянием одной и той же причины, то стало бы, заболевающие должны были иметь предрасположение, с моей точки зрения, это правильный постулат, нет, при более точном наблюдении, это предрасположение может быть доказано, оно представляет собой болезнь в зародыше, или, скажем так, латентном виде, спящем виде, молодое, еще маленькое, и для многих незаметное рассеяние, которое, однако, не останется скрытым для внимательного глаза опытного наблюдателя. Наконец, я думаю, что при многих тяжелых психопатических расстройствах, мне, наряду со многими неудачами, приходилось наблюдать также и случай улучшения, и даже исцеления, которое достигнуто было с помощью одной лишь рациональной психотерапии, я добавлю, когнитивной. Мне часто удавалось избавлять даже тяжелых ипохондриков от какого-нибудь бредового представления, и, если даже в большинстве случаев оно замещалось другим, то все-таки здесь нельзя отрицать известного успеха, достигнутого с помощью логики. Я отлично понимаю всю трудность такого предприятия, вот тут доктор критичен, ведь я знаю, что ипохондрика, хотя бы это был врач, даже и после лапаротомии нельзя убедить в том, что у него нет опухолей в животе, тем не менее, каждый психиатр будет, конечно, стараться бороться с бредовыми представлениями своих пациентов и утешать меланхоликов. Ну, это разные вещи, то есть, видите, все-таки, я представлял это иначе, все-таки доктор Дебуа, он критично относился к своему методу, и вы видите, вот в этом последнем абзаце большом, он, в общем-то, подчеркивает мысль, он говорит прямо, что нельзя избавить, но все-таки можно как-то на них повлиять, как-то успокоить, утешить меланхолика, как-то его несколько расслабить, но это уже другое дело, но все-таки любой вид психотерапии, конечно, ставит своей целью не вот такое полумеры или четверть меры, успокоить на время, расслабить на время, все-таки любой вид терапии оценивается по его конечному успеху и эффекту, поэтому, конечно, может быть, в те времена, это конец 19-го, начало 20-го века, в отсутствии медикаментов, значит, наверное, конечно, этот метод рациональной терапии Деба, это, конечно, была революция своего рода, так же, как и революция была и психоанализ Фройда и так далее, и так далее, и тому подобное, вот, но все-таки мы знаем, вот, исходя из сегодняшнего нашего опыта, что все-таки медикаменты во всех этих случаях, вот, они действуют надежнее, глубже, серьезнее, вот, другой вопрос, излечивают они полностью, не излечивают, но, по крайней мере, они облечают намного лучше и намного, значит, надежнее, чем психотерапия, хотя я опять повторяю, что при некоторых заболеваниях психотерапия, вот, это, когнитивная, поведенческая, она является единственным методом, который, который не может заменить никакие медикаменты, скажем так, все фобии, все виды фобий, если их лечить только медикаментами, эффекта не будет, все-таки на первое место при фобии, вот, принадлежит психотерапии, когнитивно-поведенческой, человеку надо понять, что его страхи, значит, иррациональны, ошибочны, он должен согласиться, а потом, путем изменения своего поведения по отношению или при контакте со страшащими его ситуациями или обстановками, или там какими-существами, он должен тренироваться и прекратить их бояться, вот, многие поведенческие расстройства, вот, значит, когда-нибудь при психопатиях тоже, тоже все-таки на первой, значит, месте там стоит психотерапия, а не медикаменты, вот, скажем так, и тоже самотофорное расстройство, то есть, вот в этих областях, которые я сейчас указал, психотерапия, играет ключевую роль, а вообще-то, по идее, да это специальная психотерапия, а вообще, по идее, любой врач, любой специальности, вот, в своей практической деятельности, будь он гинеколог, хирург, ухо горлом носа, вот, терапевт, кардиолог, эндокринолог, по сути дела, любой из этих врачей проводит психотерапию, он утешает, он разъясняет, он успокаивает, но это не специальная психотерапия, это психотерапия, скажем так, такого общего действия, вот, которое, в общем-то, проводится, проводилось и будет проводиться врачом любой специальности, и даже не врачом, даже родственники, если родственники, значит, успокаивают больного, говорят, да, да, ничего страшного, там, и так далее, и так далее, то есть, не говорят, возьми себя в руки, возьми себя в руки, это не психотерапия, это антипсихотерапия, а когда понимают, говорят, знаешь, ничего, надо немножко потерпеть, ты вот, значит, лечишься, ты принимаешь препараты, когда больной подает отчаяние, поддерживает его, поддерживает, значит, верите, даже не только врачи, значит, когда я говорю критически о психотерапии, Я имею в виду специальные методы психотерапии, а не вот эту общую психотерапию. Хорошо, продолжаем дальше. Мнение, однако, расходится относительно доверия, которое можно питать к подобному психическому воздействию, а также относительно теоретического обоснования такой психотерапии. Видите, он не избегает, скажем так, дискуссий. И у меланхоликов можно устранять бредовые представления путем рассуждения. Ну, не знаю, меланхолики это депрессивные. Значит, трудно. А пока меланхолик будет находиться в меланхолии, и одновременно у него будут присутствовать бредовые, значит, депрессивные идеи, навряд ли можно его переубедить. Он все равно будет, потому что бред есть бред, бред не подвергается никакой критике и никакому влиянию. Конечно, такой успех в большинстве случаев возможен лишь тогда, когда больной уже находится на пути к улучшению. Так однажды я спросил у коллеги, страдавшего меланхолией и депрессией, кто прав в разрешении вопроса о том, действительно ли вы потеряли свою практику и вынуждены идти по миру, вы ли человек, который чувствует себя больным, или трое коллег, которые в настоящее время пользуются отличным здоровьем. Больной вполне осмысленно улыбнулся и ответил, вероятно, трое здоровых. Значит, еще раз прощу. Так однажды я спросил у коллеги, страдавшего меланхолия, кто прав в разрешении вопроса о том, действительно ли вы потеряли свою практику и вынуждены идти по миру, вы ли человек, который чувствует себя больной, или трое коллег, которые в настоящее время пользуются отличным здоровьем. То есть, значит, все понятно. Больной вполне осмысленно улыбнулся и ответил, вероятно, трое здоровых. То есть, что больной человек в депрессии, естественно, когда он в депрессии, психотической депрессии, естественно, у него будет греховность и идея, я виноват, я всем в тягость, я недостоин, я ничего не достиг, я своих детей обрекаю на нищету. То есть, естественно, пока он будет находиться в депрессии, у него будут эти мысли. А когда он выйдет из депрессии, то эти мысли уйдут. Потому что это же не бред. Но даже, даже во время депрессии бред, эти бредовые идеи, они малокорректируемы. Поэтому я даже не понимаю, что хочет сказать здесь доктор Дюба. Как будто бы все правильно он и говорит. То есть, он подчеркивает, что когда человек выходит из депрессии, тогда можно его переубедить. Ну, на тот период времени это было действительно все-таки какая-то альтернатива. Сейчас, конечно, эта альтернатива теряет свое значение, а на первое место выходят медикаменты. И уже недолго приходилось ждать выздоровления. Я, конечно, вполне хорошо понимаю, что на высоте меланхолии подобный разговор не имел бы никакого успеха. Вот видите, то, что я сказал. Но где начинается период улучшения? Вопрос. Я не могу отделаться от мысли, что в период развития меланхолии и на высоте ее разумное слово утешение может иметь известное влияние. Конечно, незначительно, едва уловимое. Молодец. Совершенно верно. Оно имеет влияние. В любом случае оно имеет. Но оно незначительно или едва уловимое. Я часто говорю своим пациентам. Я отлично знаю. Через всего того, что я сказал вам сегодня, вы, может быть, запомните тысячную часть. Но из тысячных долей образуются сотенные доли. А затем десятые и единицы. Относительно увещевания, можно сказать, как и относительно клеветы, что-нибудь всегда пристанет. Согласен. Но я опять повторяю, что все-таки конечная цель любой психотерапии – это конечный результат положительный, а не какая-то там тысячная часть, которая продержится не больше 20 минут. То есть ты человеку объясняешь, объясняешь, час, он как будто бы соглашается, буквально через полчаса он тебе задает опять тот же вопрос. Как будто бы то, что ты ему обещал, в одно ухо влетело транзитом. Или временно задержалось в коре мозга, временно. А буквально через часик оно из второго уха вышло. Вот вам и все. Поэтому, конечно, конечно, и это надо, и это мы проводим. Но все-таки окончательный результат, опять я провожу свою идею, конечно, принадлежит не психотерапии, а медикаментам, которые это могут сделать лучше. Вывести человека из этой меланхолии и депрессии. И таким образом без всякой психотерапии убрать у него, скажем так, бредовые идеи самообвинения. Так, можно также достигнуть успеха и при различных фобиях и навязчивых мыслях, свойственных так называемым вырождающимся по маньяну. К сожалению, многие из этих несчастных неизлечимы, хотя, может быть, и не столько вследствие природы их болезни, сколько потому, что мы не можем продолжать такое лечение в течение целого ряда лет. Почему Фройд продолжал лечение в течение лет? Улучение трудно достигнуть, особенно в том случае, когда представления явно нелепы, бессмысленны, имеют бредовый характер или когда страхи имеют свои корни в глубоко суеверных или религиозных воззрениях. Так я был поставлен перед трудной задачей в том случае, где один господин был твердо убежден, что он за свои грехи попадет в ад. Напрасно я старался доказать ему, что современный бог христиан вовсе не такой суровый, как бог Старого Завета. Больной был вполне уверен, что он должен быть обуглен в вечном огне и в этом случае действительно не решился прибегнуть к своим обычным увещеваниям. Будьте спокойны, дело обстоит не так плохо, к этому можно привыкнуть и тому подобное. Есть такие психопаты, которые всю свою жизнь проводят в самых ужасных мучениях вследствие страхов, овладевающие их душой и возникающие в них по самым незначительным поводам. При чтении газеты, встрече с похоронной процессией, притолковании сновидений или чужих выражений в смысле телепатии или предчувствия, у таких именно больных поражает аналогия между соеверием и навязчивыми мыслями. Часто, однако, с помощью терпеливого воспитания интеллекту удается все-таки устранить агорофобию, кляустрофобию, айхмофобию, боязнь режущих или колющих предметов, айхмофобия и тому подобное, а также и сопровождающие все эти страхи фобофобию. Ну, правильно, умеренно говорить, значит, критично, можно, часто, не всегда, далеко не всегда, с помощью терпеливого воспитания можно удалить. Но я опять вам повторяю, скорее всего, даже не так психотерапия устраняет, как заболевание навязчивое или фобическое, оно же имеет циклы. То обостряется, то ослабевает. Так вот, если, скажем так, в состоянии обострения никакая психотерапия не может убедить пациента в рациональности его страхов, то когда, значит, с помощью то ли спонтанного улучшения, то ли медикаментозного, естественно, там у него критика восстанавливается и, в принципе, конечно, психотерапия действует. Но нельзя сказать, что психотерапия убрала страхи, а скажем так, что заболевание уменьшилось и ослабело, и таким образом страхи и без всякой психотерапии уменьшились. Ну, а психотерапия уже просто сыграла еще какую-то дополнительную роль или значение. При всех этих болезнях, которые я называю психоневрозами, то есть при неврастынии, истерии, истероневрастынии, легких и средних по тяжести случаев хипохондрии, скажем так, это тревога, наверное, в нынешнем понимании, и меланхолия, и депрессия, дегенеративных психозок с фобиями, навязчивых мыслях и психопатиях, связанных с нравственными дефектами, Я в течение своей 30-летней практической деятельности старался бороться с вызывающими аффект представлениями, оружием разума, и имел удовольствие наблюдать, как многие, видите, не все, а многие психические аномалии исчезали благодаря этому воспитательному влиянию. Не будучи психиатром, я не имею опыта, который позволил бы мне судить о возможной действительности, действительности подобного лечения при настоящей психозе, при мании, периодическом помешательстве, кататонии и преждевременном слабоумии, а также при паранойе, настоящем помешательстве. Во всяком случае нельзя отрицать, что успокоительное слово психиатра может иногда подействовать и на маниакального больного, что больничная дисциплина тоже психический фактор, может оказывать благотворное влияние на многие психозы. В некоторых случаях удается все-таки устранить бредовую идею с помощью доказательств. Так однажды мне удалось убедить девушку, страдавшую преждевременным слабоумием в том, что она галлюцинирует, в то время, как она утверждала, что слышит в смежной комнате бранные слова соседки. Я показал ей пустую комнату, и тогда она совершенно правильно заметила. Я вижу, что я ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь также и относительно других своих представлений. В этом случае больная рассуждала как здоровая, которая убеждается в своей ошибке. Но я ставлю под сомнение, если эта девушка страдала слабоумием, а преждевременное слово, значит, шизофренией, навряд ли она могла согласиться. Это, знаете, я вот всегда привожу пример. У меня есть еще одна старая-старая книга, 1856 года. И вот там, значит, пример приводится, как лечили паранойю. Значит, у одного больного, значит, было представление или бред о том, что у него в животе находится лягушка. Ну, решили, значит, вот как доктор Дюба, он показал девушке пустую комнату, да. И таким образом она согласилась, что это ей показалось. Так вот, этого больного, значит, под наркозом, уже тогда был хлороформный наркоз. Сделали кожный разрез на животе, вот, дальше не шли, ушили. Он проснулся от, скажем, наркоза. А в таз, там, где сбрасывались, значит, салфетки и так далее и тому подобное, бросили лягушку. И вот, значит, говорят этому пациенту. Вот, посмотрите, мы удавили лягушку. А вот вам логика паранойка. Да, это дедки лягушка, но это же самец, а самка осталась в животе. Вот вам и все. То есть, по идее, по идее, если эта девушка страдала деменцией прекокса, ранним слабоумием, она должна была, значит, ответить. И она бы, по идее, ответила сразу же доктору, любому. Что да, она была, но она вышла. А как она вышла? Это несут через окно и так далее. То есть, обязательно, понимаете, на идею повлиять нельзя. Нельзя. Вот эта идея, меня, значит, ругают, меня обсуждают, меня бронят, у меня там в животе лягушка и так далее, и так далее. Значит, ты покажешь ему действительно, значит, то, что на разумного человека подействовало, значит, паранойка обязательно найдет какое-то, значит, объяснение. То есть, он останется при своей идее, и он же, вообще-то, паранойки они полностью не теряют разум. Он же не мог сказать, да он же таки видит эту лягушку, но он тут же нашел. То есть, идея продолжается, что все-таки у меня там есть это самец, а самку вы оставили в животе. Также эта пациентка молодая девушка должна была так сказать, что это соседка вышла, или соседка и так далее. То есть, понимаете, доктор Дюбуа, мне кажется, он тешит себя, значит, мыслью, что он такие действительно, значит, избавил. А может быть, она из каких-то других соображений, понимаете, обычно паранойки, когда ты им возражаешь, доказываешь, что это не так, что это ошибка, они теряют к тебе доверие и соглашаются с тобой, понимаете. Он же сам пишет, что он не психиатр. Ладно, продолжаем дальше. Конечно, это еще не означает, что такой пациент находится на пути к выздоровлению. И я себе отлично представляю, с какими трудностями приходится бороться психиатрам. Но такие частичные успехи, во всяком случае, доказывают, что бредовые идеи душевно больного более или менее доступны психическому лечению при помощи логического доказательства. Я вам скажу, как предположим, при бреде преследования, говорить о том, что, значит, там, МОСАД, ЦРУ, КГБ, БНД, это немецкая разведка, или Абвер при Гитлере и так далее, ЦРУ, вот, так сказать, они не следят за тобой. Это бесполезно. Но можно найти, значит, в этом отношении доктор Дебуа прав, можно найти отвлекающий. Я, например, обычно в таких случаях говорю, успокойтесь, пожалуйста. Я понимаю, что на основную идею преследования повлиять никак нельзя. Устранить ее никак невозможно. Это невозможно. Но человекам надо успокоить. Значит, вот я ему и заявляю, знаете, успокойтесь, пожалуйста. Вы правы, такие действительно. За вами наблюдают, но вот уже мы, там, мы или родственники, то есть авторитетное лицо информировало, скажем так, эти компетентные органы вашей страны. Вот, они за этими мошенниками, за этими бандитами, за этими шпионами, за этими врагами установили, значит, наблюдение. И в удобный момент, нужный момент, они их с поличными поймают, арестуют и таким образом. Вот. Вот и все. То есть какое-то временное успокоение больной, во-первых, больной про, значит, у него доверие появляется к тебе, что ты, скажем так, согласен с ним. Потому что, если ты будешь говорить, что не так, он и тебя введет в круг, что ты вот тот же, тот же представитель какой-то спецслужбы. И родственников, и родных, и близких, если родные и близкие начинают таких больных переубеждая, то очень часто и они попадают в круг вот этих, скажем так, преследователей, в кавычках. Поэтому это другое дело, тут ничего, значит, нового доктор Дюба не говорит. Единственное, я вам хочу сказать, вот его заслуга, я еще не закончил чтение, вот, ну, вскоре закончу, скажу одно, что, по сути дела, Дюба создал когнитивную терапию. И вот это я могу утверждать, что заслуга, приоритет в создании когнитивной терапии принадлежит, естественно, Дюбу. А так же, как я, со скромностью хочу сказать, что пионером, создателем в настоящем смысле этого слова, киберпсихиатрии или виртуальной психиатрии, вы понимаете, являюсь я, доктор Джордж Горбатов. Так, ну, хорошо. Конечно, это еще не означает, что такой пациент находится на пути к выздоровлению. И я себе отлично представляю, с какими трудностями приходится бороться психиатром. Молодец. Но такие частичные успехи, во всяком случае, доказывают, что бредовые идеи душевнобольного более или менее доступны психическому лечению при помощи логического доказательства. Ну, это не логика, что мы поставили там, вот. Ну, не будем придираться. Согласен. Частично мы можем успокоить, но убрать идею никогда. Я слышал об многих психиатрах, что они не позволяют своим пациентам анализировать свои болезненные расстройства. Они предостерегают их от этого, как от болезненного резонирования. Я согласен, что было бы неосторожно утверждать больных утомительно и волнующей их духовной работой. С другой стороны, я не могу, безусловно, принять советы, не пускаться в рассуждение с душевнобольными. Если больной ведет анализ в пессимистическом направлении, то есть, если он резонирует, не отдавая себе ясного отчета и при этом создает себе новые страхи, то, конечно, такое нецелесообразное мутствование должно быть ему запрещено. Но если его можно довести до простых логических соображений, дающих ему возможность уразуметь более или менее невинный характер своей болезни, и если таким образом ему дается оружие для защиты, то это анализирование является весьма ценным и может существенно способствовать выздоровлению. Это уже дело так-то лечащего врача. Определить, как далеко он должен заходить, прибегая к такому воздействию. В двух словах, совершенно верно. Значит, если в случае с бредовыми, то есть, с пациентами, страдающими бредом, мы должны отвлекать, переключать, успокаивать их, то в случае фобии или, например, той же агорофобии, панического расстройства, мы им просто объясняем, тоже расслабляя, тоже успокаивая, что это ничего страшного, что вы себя преувеличиваете, вы неправильно имеете представление, у вас когнитивная ошибка. Вот и все. То есть, по сути дела, я опять повторяю, еще раз хочу сказать, что, по идее, значит, Дюбай известен как создатель рациональной психотерапии. Но в настоящее время рациональная психотерапия почти нигде не используется, эта терминология. Значит, он заменен, с моей точки зрения, когнитивной терапией. Так вот, когнитивная и рациональная – это одно и то же. И таким образом, когнитивная терапия, ее изобретателям, ее пионерам, ее открывателям, ее изобретателям, конечно, есть доктор Дюбуа. Так, весьма желанную поддержку этих моих давних воззрений я нашел при чтении весьма содержательной работы Блёйлера. Блёйлера тоже швейцарский врач-психиатр, которому принадлежит глубокое изучение шизофрении и, в общем-то, сам термин шизофрения принадлежит Блёйлеру. Хотя и не со всеми его взглядами могу согласиться. Блёйлер справедливо говорит, одна лишь аффективность, как в здоровом, так и в болезненном состоянии, оказывает известные воздействия на функции тела – слезы, сердца, дыхание. Она вообще является движущим элементом наших поступков. Но я, напротив, оспариваю следующее положение – аффективность, обнаруживая известную самостоятельность по отношению к интеллектуальным процессам. И особенно дальше, и развитие аффективности у ребенка тоже совершенно независимо от развития интеллекта. Это опять кавычки, это Блёйлер говорит, а доктор Гюбуа возражает. На первый взгляд, это действительно так может показаться, когда аффективные состояния возникают по-видимому, без того, чтобы мы ясно сознали, какое интеллектуальное представление этому предшествовало. Но я не могу себе представить аффекта без интеллектуального содержания, например, страх без представления опасности. Но я вам хочу сказать, тут я не согласен, почему реальный страх, нормальный, как криптогенный страх, да, он возникает, когда имеется представление об опасности. Многие иррациональные страхи, фобии, а они, конечно, тоже не проходят без интеллектуального содержания. То есть, ну, скажем, кто-то боится змею, кто-то боится паука, кто-то боится, там, значит, скажем так, замкнутый простанк, лифта, высоты, то там миллион этих фобий. Значит, ну, все-таки, 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 одно дело криптогенный страх, когда, значит, существует реальная опасность, другое дело, когда опасность есть, но, скажем так, ну, как можно бояться маленького паучка? Маленького, я понимаю, большой, значит, паук там, который в латинской Америке, который птиц ловит, наверное, бы я его испугался, это огромный, там, может быть, 50 сантиметров в размере, чудовище такое, вот. А бояться маленького паучка, который там в подвале или еще где-то, понимаете, ну, как-то это странновато немножко, вот. Ну, скажем так, естественно, когда, вот, человек боится грозы, там действительно у него страх, что молния может убить, но, в принципе, в принципе, она тоже не очень реальна. Скорее, это атовистический страх, идущий еще там, значит, телогенетически, с тех пор, когда человек был еще в первобытном состоянии, когда он ничего не понимал, знаний никаких не было. Скажем так, бояться замкнутой пространства. Понимаете, там же нет реального интеллектуального, значит, вот я могу задохнуться, я могу и так далее. Нет, там, значит, без всякой причины, боится в лифте и так далее, и так далее. Конечно, есть, конечно, какой-то элемент у некоторых и присутствует, а вдруг лифт остановится, а вдруг пожар, его, там это имеется, это тревога, но в подавляющем большинстве случаев там нет прямой, нет прямой угрозы и опасности, вот. Поэтому, скажем так, может быть, и Блёер не совсем на 100% прав, но и доктор Дюба тоже на 100% не прав. В каких-то случаях имеется явная опасность, в каких-то случаях уровень реальной опасности или выраженности, или удельный вес ничтожен, вот. И из-за этой ничтожности им можно пренебречь. Вот, поэтому я же говорю, с одной стороны прав и Блёер, с другой стороны прав и Дюба. Верно лишь то, что интеллектуальная часть эмотивного процесса весьма быстро протекает, и что причинное представление может быть неопределённым. Так что оно, если можно так выразиться, подобно молнии проносится через психику, не дошедши до сознания. Ну, значит, это уже не интеллектуальное. Если, скажем так, это впечатление или представление не достигает сознания, то говорить об интеллекте или об интеллектуальной составляющей не приходится. Поэтому в данном случае прав, конечно, Блёер. Из всех аффектов, которые могут появляться у человека и у животного, страх, конечно, наиболее частый, а также наиболее полезный, если только он не превышает известных границ. Этой эмоции всё-таки должно предшествовать интеллектуальное представление опасности. Но это представление столько раз появлялось и у индивидуума, и у расы, что оно, по-видимому, протекает помимо сознания. Оно сделалось автоматическим. Так, например, мы вздрагиваем при внезапном треске, при захлопывании дверей, хотя мы знаем, что это не взрыв бомбы. Инстинктивное представление какой-нибудь опасности во всяком случае должно было возникнуть, иначе не было бы и страха. Если мы после этого точно установили невинную причину треска, то мы второй раз вряд ли испугаемся. Ничего подобного. Испугаемся и второй, и третий раз, если это неожиданно и не объяснено. Ребёнок, который боится оставаться в тёмной комнате, может отлично усвоить объяснение отца относительно того, что там не может быть воров, и что никаких привидений не бывает. Он может чистосердечно сказать, что он больше не имеет никакого основания бояться, и, несмотря на это, всё ещё испытывать страх. Ну, опять это объяснение, скажем так, действительно, там же нет, но почему вот некоторые, вот я вам скажу следующее, вот очень часто есть такой страх ещё, и мы это часто видим, и вы, наверное, уважаемые слушатели, видели это. То есть, что в некоторых окнах целую ночь горит свет. То есть, есть люди, которые обязательно включают ночничок, вот, и не могут спать в полной темноте. Вот какой здесь обоснованный страх? Нет обоснованного страха. Это навязчивый страх. Это иррациональный страх. Такое часто встречающее противоречие может иметь лишь два объяснения. Либо ребёнок ещё не вполне убеждён в том, что упомянутых опасностей не существует, либо же он предусматривает существование ещё и других опасностей. Темнота ведь таит в себе множество таких опасностей, которых ребёнок, как и взрослый, не может точно анализировать, а стало быть, и точно определить. Ну, скажем так, это атовистические, идущие ещё с доисторических времён. В темноте должно споткнуться какой-нибудь предмет, удариться от что-нибудь, внезапно воспринять что-нибудь незнакомое, шум или форму. В темноте человек вообще беззащитнее, чем при свете. Наоборот, для многих преступников темнота как раз их и защищает. Ввиду всего этого темнота уже сама по себе является опасностью. И на это неопределённое представление ребёнок реагирует страхом, робостью, сердцебиением, дрожанием или слезами, не будучи в состоянии, точнее, указать причину своего страха. Если удаётся успокоить ребёнка насчёт всего этого, то он больше не боится. У нас исчезли все страхи, которые были у нас в детстве. Опыт нас образумил. Ну что, я думаю, что на этом я закончу первую часть этой последней главы. Благодарю вас за проявленный интерес, за оказанное внимание этой статье. Ну и прощаюсь вас до следующего чтения. До свидания.